Зимой 1942 года я впервые увидел Алексея Николаевича Толстого На сцене Ташкентского театра оперы и балета Кажется, это был литературно-музыкальный утренник, устроенный для эвакуированных Я был беженцем из Калуги, и мне было 14 лет Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о воспоминаниях поэта Валентина Берестова посвященных нашему земляку, писателю Алексею Николаевичу Толстому Мне 14, а ему 60 Он огромен и сед, и румян, и носат Он о сыне грустит, я грущу без отца Май цветет, а войне все не видно конца Итак, зимой 1942 года я впервые увидел Алексея Николаевича Толстого На сцене Ташкентского театра оперы и балета Это был литературный утренник, устроенный для детей эвакуированных Все выступавшие говорили о войне Гафур Гулям читал прославленные в то время стихи, развитые сирота Успокойся, родной! А Иосиф Уткин вспомнил жуткие строки из фронтового блокнота Я видел девочку убитую И вот на край сцены, рядом с суфлерской будкой, вышел Алексей Толстой Большой, мирный, уютный Луч рампы упал ему на грудь и на раскрытую книгу В зале повисла тишина Что же прочтет он, писатель, которого, как я слышал, Геббельс Включил в список главных врагов Рейха Завидев Желтухина, начал Толстой Матушка всегда говорил ему Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой И Желтухин сейчас же садился ей на шлейф платья и ехал вслед за нею И сразу войны, как не бывало Зал долго рукоплескал этим строком автора детства Никиты Такой была моя первая встреча с Толстым А вот представлен ему я был только два года спустя В 44-м, когда, воспользовавшись гостеприимством Надежды Алексеевны Пешковой Приехал в Москву и остановился у нее, в соседству с домом Толстого Это кто? Спросил Толстой, указывая на меня пальцем А это тот самый мальчик, который приехал из Ташкента со своими стихами Отрекомендовала меня Надежда Алексеевна Читать стихи мне, к моему великому удовольствию, в тот вечер не пришлось Терпеть не могу, когда молодые поэты читают свои стихи, сказал Толстой Они воют, как шакалы Отправляйся-ка спать Завтра перепечатаешь свои стихи на машинке и принесешь мне Всякий раз, когда Толстой замечал, что я смотрю ему в рот Ожидая новых уроков и заповедей на всю жизнь Происходило что-нибудь вроде этого Миля, дай, пожалуйста, вина Обращался он к жене Алешенька, возражал Людмила Ильинична Валя, маленький, ему нельзя Он поэт, значит, все равно научится Так уж пусть лучше научится от меня А потом будет говорить, бражничать Меня научил Алексей Толстой По дороге в Боровиху, на дачу Алексей Николаевич вдруг оборачивался ко мне И зловеще предупреждал Сейчас с деревьев будут прыгать огромные рыси Или здесь вот живет Ягишна, дочка Бабы Яги А это лает чудовищный пес Ватан Ага, попался, тут тебя съедят Мы сидим за столом на даче Толстого в Боровихе В зале с горящим камином и картинами фламандцев Зал завершается полукруглой верандой, уставленной цветами в горшках Над столом висит портрет Петра Первого Выполненный цветным бисером Мы уписываем гречневую кашу и перемигиваемся А ну, кто съест больше? И вдруг Толстой отрывается от каши и спрашивает меня Скажи, кто написал лучшие стихи в мире? Пушкин, отвечаю я с набитым ртом А вот и нет, реагирует на это Толстой Лучшие стихи в мире написал я Птичка Польку танцевала на лужайке в ранний час Нос налево, хвост направо Это Полька Карабас Я не спорю Я смотрю на картины И трогаю разные старинные вещи Картины я разглядываю так Сжимаю пальцы в кулак И смотрю в маленькую щелочку И тогда мне кажется, что чудища на картине Искушения святого Антония Начинают двигаться Алексей Николаевич уверяет, что именно с нее С этой картины Пушкин писал сон Татьяны в Евгении Онегине Он кладет руку мне на плечо и шепчет прямо в ухо По ночам все эти уродцы и карлики выходят с холста и едят мальчишек После этого меня ведут на третий этаж В комнату, где я буду спать И здесь над кроватью Висит совсем другая картина Корабль Петровского времени летит куда-то вдаль Между зеленым морем и голубым небом Алексей Николаевич, расскажите что-нибудь Восстанавливайтесь к Хомингуэю Продолжал я, полагая, что Толстой не мог не любить этого мужественного писателя Турист, слышался его ответ Выпивка, бабы и пейзажи Кто еще? Апостернак? Дрожащим голосом спрашивал я Странный поэт, начнет хорошо, а потом вечно куда-то тычется А на мою просьбу дать мне почитать что-нибудь его, чего я не знаю, ответил Что надо, ты, наверное, уже прочел А чего не надо, того и брать не стоит Возьми Бунина Белое Рижское издание, третий полк снизу Он мечтал, что Бунин вернется на родину Запомнилась с его слов такая фраза Бунина Я, Зол, хочу домой Утром за столом с нами сидела тихая, маленькая старушка-портниха Вдруг Алексей Николаевич обратился к ней Скажите, Александра Поликарповна, а это не вы ночью сидели за печной трубой и играли на губной кормошке? Да что вы, Алексей Николаевич, испугалась старушка Я всю ночь спала Так ли? Пристально Смотрел на нее Толстой и подмигнул мне в сторону Это он меня пугает и дразнит Подумал я, но почему-то не испытывал ни малейшей обиды Я знал, что иногда Толстой называет меня цыпленком Да я и в самом деле чувствовал себя, как скворец Желтухин в удивительном мире толстовского Никиты После этого он стал внушать своему секретарю Юрию Александровичу Кристинскому Юра, я вас прошу, возьмите оружье и убейте ту ворону, которая утащила цыпленка Вы должны ее убить Кристинский продолжал жевать, почти не обращая внимания на эти слова А я недоумевал, о какой такой вороне идет речь Когда обед закончился, Людмила Ильинична Толстая спросила меня Хочешь почитать новую главу Петра? Я взял листки в руки и сейчас же увидел обветшалый измайловский дворец Дождь за окном, серое небо Царевна Наталья Алексеевна мечтает о любви Актерина, знай, смотрит себе в окно И только одна растрепанная ворона низко летала над седым лугом Читал я Катерина беспечальным взором следила за ней в окно И так хотела сказать Наталье Алексеевне, что эта ворона-воровка опять летит на птичник И снова унесет цыпленка Так толстовская ворона перелетела с его дачи в Петровский век Однажды я вбежал в кабинет Алексея Николаевича Упали яблоки От порыва ветра, с карликового деревца, упали три больших яблока Толстой прижал палец к губам, требуя молчания Взял меня за руку, и мы как два заговорщика на цыпчиках прокрались к яблони Одно яблоко Толстой положил в карман пижамы, другое дал мне, третье разрезал пополам Молчи! Шептом предупредил он после того, как мы съели яблоко Ни слова женщинам Они собирались их мочить Людмила Ильинична говорила про Толстого, что если у него не ладится работа То Алексей Николаевич берет щетку и с яростью чистит всю обувь под вешалкой в коридоре Я этого так и не увидел, хоть иногда и подкарауливал Работа ладилась Как-то Толстой сказал Я только теперь понял, как надо писать Теперь в этом для меня нет никакого труда, одна радость Во время болезни Алексея Николаевича я продолжал приходить к нему в дом Толстой уже не мог писать Петра, но продолжал за кого-то хлопотать, кому-то помогать Писал и звонил Даже попросил у меня через секретаря стихи А через несколько дней секретарь вернул мне их со словами Стихи не понравились Но Алексей Николаевич доволен Срыв, сказал он Значит, автор растет Не стало его в феврале 45-го 23-го февраля А 9 мая 1945 года Возвращаясь с Ленинских гор Откуда мы смотрели салют победы Людмила Ильинична сказала А точнее подумала вслух Вот сейчас он остановил бы машину Вышел Кто-нибудь обязательно узнал бы его Завязался бы разговор А потом мы приехали бы домой И уселись прямо на ковер возле горящего камина И он, глядя на огонь, стал бы рассказывать про древнего человека Что думал он, глядя на огонь в своей пещере Была у Алексея Николаевича такая игра Завтра утром Меня он помчится спасать А пока он покажет, как надо писать Чтоб нашли в себе силы И общий язык Этот хилый мальчишка И крепкий старик С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин